Всем привет! Сегодня понедельник, а значит брифинг снова с вами. Меня зовут Варвара Макаревич, я коротко расскажу о том, что сегодня обсуждают в США. Как всегда, предлагаю вам общаться со мной в комментариях. Понедельник, как говорится, день тяжелый, поэтому вопрос задаю вам легкий. Какое самое необычное или экзотическое животное вы видели? Пишите ответы под трансляцией. Тем временем очередной скандал разгорается в Вашингтоне, уход заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна. Главный вопрос, уйдет ли он сам или, как говорится, его уйдут. В Вашингтоне обсуждает возможность ухода с поста заместителя генпрокурора Рода Розенстайна. В президентство Дональда Трампа Розенстайн, что достаточно необычно для заместителя министра юстиции США, стал одним из ключевых политических игроков Вашингтона. Розенстайн – профессиональный юрист, много лет проработавший на государственной службе. До прихода Министерства юстиции он был прокурором в штате Мэриленд. В мае 2017 года Розенстайн приобрел широкую известность после того, как по приказу президента Дональда Трампа подготовил юридическое обоснование для увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Белый дом утверждает, что Коми был уволен благодаря действиям Розенстайна. Розенстайн заявил, что еще до подготовки справки он знал, что президент уволит директора ФБР. Из-за того, что генпрокурор Джеймс Сэшн заявил, что самоустраняется от расследования вмешательства России в американские выборы, после того, как выяснил, что он умолчал о некоторых встречах с российскими представителями, Розенстайн взял на себя руководство процессом. 17 мая 2017 года он подписал приказ о назначении Роберта Мюллера руководителем специального расследования. Перед Мюллером была поставлена задача выявления возможных связей между Россией и лицами, связанными с избирательной компанией Дональда Трампа. Де-факто после этого именно Розенстайну подчинялся спецпрокурор Мюллер. По закону, результаты своего расследования Мюллер обязан предоставить Розенстайну, или тому, кто займет его место. После этого заместитель генпрокурора США обязан принять решение, передавать эти результаты на рассмотрение Конгресса или не передавать. Напомним, что команде Мюллера удалось доказать виновность в совершении различных преступлений нескольких ключевых сотрудников избирательного штаба Трампа. Президент США Дональд Трамп неоднократно называл расследование Мюллера незаконным и характеризовал его как охоту на ведьм. Как сообщали СМИ, Розенстайне неоднократно выступал в защиту продолжения расследования, сопротивляясь призывам Белого дома прекратить его. Он также вызвал недовольство Трампа после того, как лично распорядился провести обыски в офисах личного юриста Трампа Майкла Коэна. Розенстайна сложили сложные отношения и с республиканцами в Конгрессе. В июле группа законодателей попыталась добиться импичмента Розенстайна, поскольку тот отказался предоставить Конгрессу некоторые документы, касающиеся расследования. Однако уход Розенстайна связывается с статьей, опубликованной газетой New York Times, в которой сообщал, что Розенстайн обсуждал возможность тайной записи своих разговоров с президентом, чтобы задействовать 25-ю поправку Конституции США, предусматривающей возможность отстранения недееспособного президента от власти членами его кабинета. Розенстайн распространил заявление, в котором категорически заявил, что New York Times распространила недостоверную информацию. После этого стало ясно, что дни Розенстайна Министерства юстиции сочтены. Вопрос заключается лишь в том, когда он оставит должность – до ноябрьских выборов или после них. Политикам США сегодня явно не до похода в зоопарк. А вот вы рассказывайте, какое самое необычное животное вы видели. В конце брифинга обсудим ваши ответы. Но в столице США есть место не только для политических скандалов, но и для художественного самовыражения. Перед зданием Конгресса установили скульптуру, полюбоваться которой успели немногие, ведь она была выполнена изо льда и быстро растаяла. Но в чем же тогда был смысл? Дуэт художников под названием Легарана Рис установил ледяную скульптуру в виде слова «Правда» напротив здания Конгресса в Вашингтоне. Таким образом, художники выразили протест против политической ситуации во времена так называемых фейк-ньюс. Этот термин ввел в обиход президент США Дональд Трамп. Скульптура называется «По правде говоря». Это уже шестая работа художников серии «Растаявшие», которая была запущена в 2006 году художниками Марашлом Ризом и Норой Легарана. Мы обеспокоены тем, что происходит на нашей планете, и тем, насколько правдиво преподносится информация об изменении климата. Ледяная скульптура – это своего рода отражение ситуации в целом, символ того, что сегодня происходит с правдой. Она просто исчезает, тает. Беречь можно не только природу в целом, но и животных в частности. Кстати, не забывайте делиться, какое самое необычное животное видели вы. Тем временем, человечество не оставляет попытки найти альтернативы мясу. Соя, пшеничный протеин, дрожжи, даже насекомые используются для создания традиционно мясных блюд. Однако новая компания из Нью-Йорка, похоже, нашла более доступный продукт. Келп – это бурые водоросли. Их легко выращивать, не нарушая экологический баланс. Под водой келповые леса могут простираться на сотни километров. Пока они служат пищей только для рыб, но в компании Акуа из Нью-Йорка келп используют для приготовления популярной в США закуски джерки, которая обычно сделана из вяленой говядины. В келпе содержится огромное количество витаминов и минералов. Это действительно чудо-продукт. В нем в 10 раз больше кальция, чем в молоке, больше витамина С, чем в апельсиновом соке. А еще это отличный источник йода, которого нам так не хватает в рационе. Питательная ценность келпа позволяет специалистам в пищевой промышленности предполагать, что он станет новым трендом в здоровом питании. В массу из водорослей добавляет протеин и специи для придания вкуса. Тот факт, что келп так легко выращивать, делает его отличной альтернативой мясу. Было бы наивно полагать, что выращивание келпа полностью заменит животноводство. Мне бы хотелось в это верить, но мы надеемся, что келп может занять немного места на вашей тарелке, и тогда вы станете есть чуть меньше мяса каждый день. Закуски с келпа будут иметь три вкуса – барбекю, тайский и соленый кунжут – и появятся в продаже уже в этом году. Некоторые медицинские эксперты утверждают, что потребление мяса и сердечно-сосудистые заболевания связаны напрямую. Но далеко не всегда причина проблем кроется в вашем рационе. И, к сожалению, сердечный приступ уделал не только пожилых людей, как мы привыкли думать. Джеремайя пережил свой первый сердечный удар в возрасте пяти месяцев. Джеремайя было всего семь месяцев, когда он пережил первый сердечный приступ. Его маму Рэйчел эта новость ранила в самое сердце. Но на этом плохие новости не закончились. Врачи сказали, что им очень жаль, а уверенности в том, что Джеремайя выживет – нет. Но он все-таки выжил. Врачи ввели ему лекарство, разработанное для взрослых, что было довольно рискованным шагом. В возрасте пяти лет еще один сердечный приступ. На этот раз не обошлось без операции на открытом сердце. Врачи никак не могли заставить его сердце биться вновь. Я почти не верила в удачный исход, но родственники нас очень поддерживали. Через десять минут врачи сказали нам, что им удалось запустить его сердце. Мы так благодарны врачам за то, что они верили и боролись за него, что они спасли ему жизнь. Сегодня мальчику уже 12 лет. Рэйчел связывает успешный исход с исследованиями, которые проводит Американская ассоциация сердечных заболеваний. Они спасают кому-то жизнь. Вам, мне, Джеремайя. Джеремайя и его родители участвуют в благотворительном параде с целью привлечь внимание к проблеме сердечных заболеваний. Джеремайя участвует в нем с младенчества и снова хочет поучаствовать. Ходячее чудо, так мы его называем. Ну что ж, пора подвести итоги, каких удивительных животных встречали наши зрители. Кто-то к удивительным животным относят диктаторов, ну а зрители, которые поняли мой вопрос более буквально, перечисляют жирафов и красных панд. А вот буквально на днях особенно повезло группе ученых, работавших вблизи Гавайских островов. Кого же увидели там они? Команда ученых, работающих на исследовательском судне Наутилус, близ Гавайских островов, была поражена существом необычной формы, которая обнаружила во время очередного погружения. Поначалу возникли сомнения, живо ли оно. Животное длительное время оставалось неподвижным. Большой черный шар и хвостик по форме напоминали запятую. Внезапно существо начало двигаться, очень быстро сдуваясь. Когда животное приняло свою обычную форму, ученые распознали в нем большерота, глубоководную рыбу из семейства угрей, известную также как угорь-пеликан. Оказалось, рыба принимает шарообразную форму с целью защиты от хищников, в первую очередь для того, чтобы отпугнуть их своим размером. Взрослые особи угря-пеликана, как правило, вырастают до метра в длину. Наиболее вероятно, что попавшийся ученым экземпляр был достаточно молод. Редактор субтитров А.Семкин